Добрый день. Я постараюсь как можно короче изложить нестандартную для сегодняшнего события точку зрения на неодевантную терапию. И хотя, собственно говоря, идея не нова. Первый раз появилось письмо Минздрава 30 лет назад. В 2014 году уже было закреплено законодательное требование включать оценку и экономических последствий при принятии решения о включении нового препарата в практику. Тем не менее, есть ряд особенностей. В здравоохранении обязательно нужно учесть не только затраты, но и результаты. Тем не менее, очень часто бывает ситуация, когда, чтобы провести экономическую эффективность препарата, просто делят затраты, которые нужны, чтобы пролечить этим препаратом на количество вылеченных больных, и результатом все довольны. Проблема в том, что при этом страдают более эффективные, более затратные препараты, поэтому правильнее рассчитывать, сколько нужно дополнительно заплатить за дополнительно вылеченного пациента. И уже на основании таких данных принимать окончательное решение, готовы ли мы платить за эту дополнительную эффективность. Сегодня уже подробно рассказывали об исследовании неосферного, на котором мы основывали свои расчеты и показывали все данные, включая выживаемость и беспрогрессирование, которое было опубликовано осенью 2015 года. Но для того, чтобы провести клинико-экономическую оценку, нами была построена математическая модель, которая позволила оценить и результаты, и затраты до конца жизни пациенток. Эта модель каждый месяц оценивала, какова вероятность того, что пациентка будет находиться в состоянии беспрогрессирования, или останется в этом состоянии, или перейдет в состояние прогрессирования. И также возможен был смертельный исход и для состояния беспрогрессирования, и для состояния в прогрессировании. Возможность того, что у пациентки разовьется прогрессирование, основывалась на данных исследований неосфер. Вероятность смерти в состоянии беспрогрессирования такая же, как у всего женского населения соответствующего возраста в Российской Федерации. Вероятность смерти в состоянии прогрессирования мы оценивали на основании данных по общей выживаемости в исследовании Сламан и других, где оценивалась эффективность терапии метастатического прогрессирующего рака у пациенток с ХЕР-2 положительным статусом. При этом, когда мы оценивали исходы, мы оценивали их в годах жизни с поправкой на качество жизни, так называемой квалии. Эта концепция позволяет нам оценить не только сохраненные годы жизни, но и качество жизни пациенток. При этом один квалии – это год жизни в состоянии полного здоровья. Чем хуже состояние пациентки, чем ниже качество, тем более низкий поправочный коэффициент, так называемая полезность, используется. И, соответственно, тем ниже будет число квалии за каждый прожитый год жизни. При оценке затрат мы учитывали только затраты на химиотерапию. При этом затраты на первичную терапию, на неодивантную терапию мы использовали схемы, которые использовались в исследовании НИАСФЕР. Расчет затрат на терапию в прогрессировании основывался на данных о реальной российской практике. Как часто назначаются какие препараты, какова вероятность перехода с линии на линию. Были использованы данные, которые реалистичны для Российской Федерации. И, наконец, результаты нашего моделирования. Мы увидели, что при включении пертузумаба в неодивантную схему дополнительно пациентки получают один год качественной жизни. При этом, естественно, затраты возрастают. Но также мы увидели, что сократятся затраты на прогрессирование, так как у пациенток реже развивается данное состояние. Итак, дополнительные затраты на дополнительный эффект. Получилось 994 тысячи рублей. Как это оценить? Как к этому отнестись? Всегда такая величина сравнивается с какой-то величиной, сколько, в принципе, готовы заплатить за год качественной жизни вне зависимости от заболевания. Наиболее часто в России рекомендуется величина, рекомендованная ВОЗ. Это три ВВП на душу населения годовых за год качественной жизни. Мы проводили исследование по ценам 2015 года. Соответственно, в 2015 году эта пороговая величина, которую нельзя было превысить, составила 1,6 миллионов рублей. Итак, мы можем сделать вывод, что данное лечение является экономически целесообразным. Цена дополнительного года качественной жизни ниже, чем критическая величина. Насколько точны наши результаты? Так же, как и в клинических исследованиях, клинико-экономических исследованиях, мы описываем свой доверительный интервал. Насколько наши результаты могут отражать действительность? Здесь показаны, как менялись результаты исследования. Цена за вот этот дополнительный год жизни в зависимости от изменения значений параметров, которые мы использовали при моделировании. И, наверное, я обращу ваше внимание на последние строчки. Это влияние стоимости и самого нового препарата, и затрат на терапию прогрессирования. В любом случае наши результаты оставались ниже порогового значения. И последний, самый сложный момент. Мы должны были посмотреть, как в целом все параметры моделирования влияют на нашу модель. Для каждого значения был определен тот доверительный интервал, в котором могут находиться эти значения. Затем случайным образом значение выбиралось. Модель проводила все расчеты. И таких повторений было 1000-1000 симуляций. И результаты отражены на этом графике. В 85 повторений расчетов со случайным излучением двойная таргетная терапия была более эффективной альтернативой. И она оставалась экономически целесообразной в 64% случаев. Таким образом, мы могли сделать вывод о том, что использование двойной таргетной терапии с высокой вероятностью является экономически целесообразным решением для практики российского здравоохранения. Спасибо за внимание. Да, позвольте, краткое заключение, поскольку уже все время вышло. Но мы сегодня, собственно, говорили не столько о неодивантной терапии, как таковой, хотя все время это звучало, но сколько о таргетной терапии, в том числе в неодивантоприменении. То, что это препарат хороший, как бы вопросов нет. Это и тростузумаб, и пертузумаб, и биодаймб, хорошие препараты, они помогают это, так сказать, очевидно, у больных. Но вот то, что подчеркнул Вольган Хайрман, что многие пациенты с формально хердопозитивным заболеванием 3+, фактически нечувствительны к этому лечению. И даже сказать можно не многие, а большинство. Потому что, если правильно определять истинные экспрессии Хердва, ну хотя бы даже амплификации, уже на 15% будет отсекаться. Если использовать ПАМ-50, то только 51% действительно экспрессирует Хердва Энрич, так называемый. А они-то и чувствительны, 70% отвечают на лечение. Задача поставлена такая, что надо точно с использованием в том числе иммунологических методов точно определять тех пациентов, особенно среди пациентов, которые не экспрессируют рецепты астероидных гормонов, где большая вероятность ответа, которым показано вот это высокоценное лечение. Оно дорогое, оно чрезвычайно дорогое. Но если это будет адекватно, то большее число пациентов получит истинно эффективное лечение. И, с другой стороны, огромное число пациентов, тем более с сердечной недостаточностью, освободятся от неэффективного, длительного и бесполезного лечения. Поэтому вот сегодняшнее такое обсуждение. Ну, кост-эффектив анализ – это обычное дело. Это уже были большие доклады, в том числе на АСКО, которые четко показали, что в адъюантном решении применение тростозомаба и грицепина высоко, так сказать, эффективно и оправдано. В неодевантном много вопросов, особенности при комбинации, но это как бы еще не законченное исследование. При лечении распространенных, четвертой стадии, там еще больше вопросов, много неясного. Но для нас вот на этом этапе важнее, чтобы пациенты, которые потенциально излечимы, то есть с операбельными стадиями, получили бы современное эффективное лечение.